Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. С 1 марта существенно изменился порядок оформления прав на садовые и жилые дома на участках, которые предназначены для садоводства. Что сегодня нужно предпринять садоводам, чтобы стать владельцем своих домов, нам расскажет гость нашей программы, руководитель управления Росреестра по Чувашию Екатерина Владимировна Корпеева. Здравствуйте! Галина, здравствуйте! Очень рада видеть вас сегодня. И давайте поговорим все-таки, в чем существенное различие нового порядка оформления домов от старого. Усложнился процесс, может быть, наоборот, стал проще. Давайте об этих изменениях сегодня поговорим. Да, действительно, всем нашим садоводам нужно знать, что с 1 марта оформление на садовые объекты, на садовых участках только исключительно в уведомительном порядке. Если раньше достаточно было технического плана, кадастры инженера и документов на землю, а еще раньше нужна была всего лишь декларация собственника земельного участка, и достаточно было оформить права на такие объекты, то с 1 марта этого года нужно уведомлять орган местного самоправления по месту нахождения земельного участка о начале строительства и о завершении строительства. Это в обязательном порядке. Других способов оформления не существует. Это касается садовых домов и жилых домов, потому что прекрасное изменение, что теперь на своем садовом участке можно построить жилой дом и прописаться там. Раньше можно было это сделать только по решению суда. Ну, это приятная новость. Да. А регистрировать дачный домик обязательно? То есть может ли человек построить дачный домик и совершенно спокойно заниматься, возделывать свой сад, огород и жить? Я всем рекомендую регистрировать свою недвижимость, потому что недвижимость без оформления не может быть предметом сделок. Ее нельзя оформить в наследство, подарить. Лучше оформлять. То есть какие-то сложности все равно будут возникать? Если, допустим, вы живете на участке стоит домик, он нигде никак не зафиксирован, то есть могут возникнуть проблемы? Это какие-то штрафы или что? Пока штрафовать никто не будет, но на самом деле уже законодатель задумывается об этом процессе, потому что таких неоформленных объектов достаточно много. И эти объекты иногда и нарушают права третьих лиц. Вот в этом случае они могут быть признаны самовольными. Ну, кому вот нужно обязательно оформлять, вот сто процентов, даже не думать, и сразу документы уже в руки и пошли оформляться. Особенно тем, у кого жилые дома, кто хочет проживать, прописаться, кому действительно срочно нужно узаконить свою недвижимость, нужно направить уведомление о начале строительства садового домика. Это уведомление в установленной форме. К нему прилагаются документы, которые должны быть, да, например, обязательно нужно о планировке объекта на земельном участке. Проект планировки приложить. Орган местного управления смотрит документы и в течение 7 дней должен выдать уведомление о соответствии вашего планируемого объекта правилам землепользованной застройки. Вот тогда уже с этого момента можно начинать строительство. То есть процесс немножко удлиняется все-таки, да, и становится таким длительным более? Да, процесс более регламентирован. Обязательно должен объект соответствовать правилам землепользованной застройки, градостроительным регламентом, которые этими правилами предусмотрены. То есть любой объект построить на своем участке нельзя. Ну, зато появится гарантия, да? Нужно ли менять документы тем, кто уже вот успел оформить или зарегистрировать? Менять документы не нужно. Если уже права зарегистрированы на садовый домик, ну, вот раньше другие, потому что были названия. Жилое строение без права регистрации, жилое строение с пропиской, нежилое строение. Вот такие были формулировки. Новый закон эти все формулировки приравнял. Вот если назначение нежилое, то к садовым домам. Если есть слово «жилое», независимо дальше от какой названия идет, то это «жилой дом». Соответственно, налоги нужно будет платить как на садовый дом и на жилой дом. Вот всем правобладателям объектов, которые были зарегистрированы до 1 января 2019 года. Вот этот нюанс есть, да? Нужно будет людям еще раз внимательно прочитать, что у них там написано в строчке. Да, автоматически приравниваются нежилые объекты к садовым домам, жилые объекты к жилым домам. То есть садовые дома – это те дома, где, может быть, нет ни света, ни воды, да? Садовый дом, он для бытового обслуживания нужд граждан, для временного сезонного пребывания. А жилой дом – это для постоянного пребывания. То есть и температура должна поддерживаться круглогодично, пригодная для проживания. И должно быть место для приготовления еды, место для отдыха в жилом доме. Там есть требования для жилых строений. И, кстати, те, у кого уже есть садовые дома, которые, они видят, что он стал соответствовать жилому, да? Да, вот как раз хотела спросить. Некоторые свои садовые дома потом застраивают и превращают их действительно в такие, вплоть до коттеджей. Действительно. Случаев очень много. Да. А на руках документа, например, выписка из ИГРН, что это садовый дом, нежилое строение. То сейчас можно перевести такой садовый дом в жилой дом. Для этого нужно заключение о соответствии объекта требованием безопасности здания. Нет. Это заключение дает организация, которая имеет членство СРО проектных изысканий. По решению органов местоправления. То есть вы берете такое заключение у проектировщиков, идете в орган местоправления, и орган местоправления меняет назначение объекта. И сам уже уведомляет наш орган об изменении назначения объекта. Мы вносим изменения в ИГРН, и уже объект будет как жилым домом. То есть это не такая уж затруднительная операция, и трудностей быть не должно. Да, лишь бы ваш объект соответствовал требованиям к жилым зданиям. И безопасность, и температурный режим, и все эксплуатационные характеристики, которые должны быть. А если есть такой момент, все-таки есть нюансы и несоответствия домов. Их нужно исправлять или тогда вот как быть? Да, да. Нужно реконструировать, доделывать. Понятно. А есть ли какие-то льготы для отдельных категорий граждан при оплате? Вы имеете в виду за госпошлину? Именно ее? Да, конечно. Малоимущие, прежде всего граждане, не уплачивают госпошлину. Ветераны, участники Великой Отечественной войны. Хорошо. А если домик, допустим, не зарегистрирован, то формально он чей, кому принадлежит? Формально, конечно, все объекты принадлежат собственнику земельного участка. Но настолько его нет никаких прав на эти объекты. И он не может никак включить даже в сделки этот объект. Не заложить, не продать. Не подарить. Не подарить. Только земельным участком он может распоряжаться. В договоре, вот если он продает, отчуждает такой объект, то только договор заключается на земельный участок. Ну, вот по новому закону в дачных домиках можно и прописаться. Да. Да? Да. И это вот смотрите, насколько легче. Для того, чтобы раньше в садовом домике прописаться, нужно было присвоение адреса. Такого городского, полноценного адреса садоводческому товариществу. Как правило, шли в суд в таких случаях, потому что там достаточно сложные процедуры, не только присвоение адреса, но и подтверждение всех технических характеристик на соответствии с жилому объектом. Поэтому раньше шли люди в суд. Сейчас вот заключение проектировщика, конечно, оно стоит денег, но я думаю, что это дешевле, чем обращаться в судебном порядке. Ну, порядок дешевле, я думаю, что. А если участок пустой, и человек только собирается возводить строение? Вот как раз, да, да, да. Направляется уведомление о начале строительства, о проектируемом объекте. Уведомление в какой форме? Где его можно? Установленная форма. Это как раз идет приложение Градкодексу. Те, кто пользуется правыми системами, либо просто смотрят, как размещение законов в интернете, там все эти уведомления, они прилагаются. Установленная форма уведомления, направляется в орган местного управления. Орган местного управления в течение 7 дней должен выдать свое уведомление. То есть они очень длительные, да? Да, да. Нужно дождаться. И после этого начать строить. Когда строите, нужно ознакомиться с правильными землепользованием застройки, которые на эту местность утверждены. Какой объект нужно построить? Чисто вот по градостроительному кодексу, если строится жилой дом, то это не выше трех этажей, высотой не больше 20 метров. И требования к объекту, что для жилого объекта должно быть именно помещение для отдыха и для приема пищи. И также какие-то отопительные приборы должны быть. Екатерина Владимировна, спасибо за содержательную беседу. Надеюсь, те, кто сегодня нас услышал, сделал для себя выводы, оформят правильно документы и подготовятся к дачному сезону. И у них все пройдет хорошо. Я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чуваши.